Знаете, Анищенко у меня ассоциируется только с одним словом клоунада. Я считаю этого человека политической проституткой, потому что вместо того, чтобы честно по чиновничьи выполнять свои обязанности, он, на мой взгляд, все время шел за политической линией партии. То есть, как только какие-то ветры сверху дули или генеральная линия колебалась в ту или иную сторону, в эту же сторону начинал колебаться и Анищенко. А уж эта история, нашумевшая когда-то несколько лет назад с запретом вот этой вот незамерзайки на этиловом спирту, которая была бы дешевле для автомобилистов, она совершенно потрясающая и характеризует его опять-таки в плохом свете, потому что там он в одном из документов написал, что наш народ не культурен, наш народ быдло. Это не было написано, но это читалось за строчками, поэтому никакого уважения к этому человеку я не испытываю. Я считаю, что цивилизованно нужно бороться с другими товарами следующим образом, как это делают, например, на Украине. Там вешают на полку маленькую табличку «Покупайте украинское» или «Не покупайте российское» и покупатель уже сам решает, брать ему или не брать. Анищенко запрещает нам покупать то, что мы, может быть, хотели бы купить, исходя из политических соображений.